Дело по ДТП в Южном, в результате которого погиб 10-летний Артем Евсюков, близится к своему завершению. Военная прокуратура ответила обвинению, что не будет принимать участие в процессе и вести следствие в отношении подозреваемого Эдуарда Жукотского. Стороны приступили к судебным дебатам и прокуратура вновь напомнила о своем требовании. Витраты, которые на проведение экспертиз в загальной сумме 3072 гривны. Также прошу суд задовольнить цивильный позов, который был предъявлен прокурором в интересах страны, в особе коммунального заклада Южненская міськая лекарня, на сумму 2043 гривни. Защита Жукотского назвала следствие односторонним, так как рассматривалась только версия наезда на пешеходном переходе, а не за ним. Также адвокат Жукотского считает, что свидетельские показания обвинения сфальсифицированы. В то время как показания свидетелей обвинения просматривались заученностью, данные показания явно корректировались. Слово в слову, более того, в противоречии с первичными показаниями данного следствия. Сам же обвиняемый, будучи участником АТО, отказался от амнистии, которая ему положена по закону. Такой поступок отец погибшего мальчика не считает благородством. Я думаю, это маневр. Там очень много у нас законодательства и тайных ходов. Ну вот скажите мне, да, благородство, сбить ребенка, при этом все время утверждать от чести мундира и пытаться вот так вот на него свое вино переложить. Говорит, сбоку кинулся на машину ребенок. Ну хорошо, как разбита фара, как разбит капот, если вот без там эмоций. У него поломано четыре ребра, выломана ключица, черепно-мозговой, он летел там 17 метров. Ну как можно сбоку, так кинуться на машину. В процессе объявлен перерыв до завтра. Суд ждет второго защитника Жукотского, который, по его словам, должен сообщить о ряде процессуальных ошибок. В среду после окончания дебатов вполне вероятно вынесение приговора по этому делу.